Всем еще раз доброй ранец! И вот знаете, в современном мире радио это не только средство связи и массовой информации, это еще и один из видов спорта. Да, и сегодня во всемирный день радиолюбителя мы рады приветствовать в нашей студии заслуженного мастера спорта Беларуси, 12-кратную чемпионку мира по радиоспорту Анну Семенихину. Доброе утро! Здравствуйте, Анна! Вот для некоторых слово радиоспорт может показаться каким-то странным. Давайте поясним, как сошлось и радио, и спорт. Нам тоже оно казалось странным. Скорее всего, что лучше эти два слова не разделять. Радиоспорт, военно-прикладной вид спорта. В основе лежит азбука Морзе. Все построено на длинных, коротких сигналах и их комбинациях. На языке Морзе мы учим алфавит, а потом пытаемся его как можно быстрее передавать и как можно быстрее принимать, то есть записывать. То есть, получается, суть в том, чтобы максимально быстро передать фразу... Ну, это спорт на скорость. Именно. Спорт на скорость, на слуг, на точность. И как можно меньше ошибок. Потому что, ну, можно, конечно, и много там записать, да, правильно это будет или неправильно, уже другой вопрос. Но тут главное не исказить истину, я так понимаю, да, самого сообщения. Хорошо, Анна, ну, очень интересный, на самом деле, спорт и достаточно редкий. Во всяком случае, мы об этом слышали, ну, чуть ли не первый раз. Как вы в свое время решили стать радиоспортсменом? Не то, чтобы там в моем втором классе это было прям осознанно, какое-то желание, да, не было такого, что я там с трех лет мечтала стать радиотелеграфистом. Просто пришли и предложили попробовать. Ну, давайте попробуем. И когда я пришла на тренировку, очень, конечно, увлекла вся атмосфера таинственности. Мне прям казалось, что меня готовят в разведку, что что-то в моей жизни обязательно произойдет интересное. То есть вам что-то недоговаривали? Да, возможно. Хорошо, сейчас, когда это абсолютно не тайно, а явно, мы можем что-то передать или принять прямо в нашем эфире. Вообще, мы можем показать, как это работает. Да, можем. Расскажу, что из четырех упражнений, которые присутствуют на соревнованиях, там, на чемпионатах мира, на чемпионатах республики, у нас есть два основных приема передачи. Передача происходит с помощью электронного ключа. Может быть, раньше в фильмах вы видели, когда радисты передают на вертикальных ключах, да? То же самое все, но тот ключ не позволяет взять большие скорости. Невозможно на нем передать там скорость больше двухсот знаков в минуту. Наш горизонтальный ключ позволяет передавать такие скорости. С помощью вот таких манипуляций я передаю символы. Однако человеческий слух несовершенен, поэтому кроме того, что я слушаю то, что передаю в наушниках, я еще проверяю правильность передачи на компьютере. А в наушнике чуть другой звук, он отличается от того, что вот мы и сейчас слышали. Да, в наушнике там уже сигнал морза. Вы слышите просто механические щелчки, да? Мы ориентируемся по тому, что мы слышим в наушниках. И вы уже можете различить. Это короткий сигнал, это длинный. И какая буква в итоге у вас получилась? А точнее не различить, а мне нужно то, что я вижу перед собой, несмысловой текст. Мне его нужно передать с большой скоростью и с минимальным количеством ошибок. Что значит несмысловой текст вы видите? Вы видите знаки короткие и длинные? Я просто вижу набор букв, которые не связаны в слова и предложения. Для чего? Для того, чтобы, например, когда мне нужно записать этот текст, не было возможности подобрать, угадать вот такого плана. А как его на обратном конце провода расшифровывают, если вы передаете буквы в свободной последовательности? Да, такой же текст есть у судей на компьютере. И компьютер уже все проверяет. Знаете, бывают даже такие ситуации, когда судьи не принимают такие большие скорости, как передает спортсмен. Поэтому между судьей и спортсменом всегда есть компьютер, независимый эксперт с уникальным слухом. Который уже принимает вот эту информацию. Анна, я все поняла. То есть получается, что для соревнований используются просто буквы в любой последовательности. А вот если нам это нужно в реальной жизни где-нибудь, то тогда это будет уже нормальный реальный текст. Можно передать что угодно. Можно предложение, послание, смс. Мы можем кому-нибудь что-нибудь отправить сейчас? Да, конечно. Доброе ранее, Беларусь, давайте. Конечно. А кому? Куда летит сигнал? Объясните. Все белорусы, я так понимаю, летят, правильно? Да, сигнал вы будете слышать, будет отображать мой компьютер. Ну, вот так. Давайте напишем, доброе ранее, Беларусь, передадим. Это долго вообще на самом деле? Ну, вы же быстро это делаете. Я быстро сделаю. Давайте. А мы можем вас отвлекать? А вот если действительно кто-то рядом общается? Ну, вот доброе я передала, и вы меня отвлекли. Хорошо, продолжайте. Доброе, ранецы. Я как учитель в школе диктажа. Так, походу, там была ошибка, да? Нужно было... Знаете, вот, кстати, хотела отметить, что на соревнованиях мы всегда крепим плотно наши ключи, чтобы во время передачи они не улетали. И всегда там пальцы смазываем мел, тальк. Потому что, когда скорости очень большие, и там одно минимальное какое-то запотевание, там, залипание, это может, ну... Исказить информацию. Исказить информацию, и, соответственно, забрать заветные очки, которые нужны для первого места. Так и скорости у вас действительно большие, больше, чем 200 знаков в минуту, да? Это быстрее, чем фразу человек произносит? По передаче, ну, пожалуй, что да. Если взять, допустим, скорость приема, 300 знаков в минуту, да, это получается в секунду 5 символов. Мы, гуманитарь, мы так быстро не считаем в умеет так? 5 символов. А если передавать информацию, то это быстрее, чем мы ее скажем? Там чуть-чуть меньше скорости, чем принимать. Я думаю, что можно, если задаться целью, да, дать быстрее. Какие космические скорости вы сейчас озвучиваете, Анна? Я знаю, что у вас очень много даже мировых рекордов. А каким из них вы гордитесь больше всего? Ну, не знаю. Это, знаете, как задать вопрос, какого ребенка ты больше любишь. Хорошо, какой тогда свой рекорд вы считаете, что вы можете и хотите побить снова? Знаю, могу по передаче цифры, ну, и очень на это, надеюсь, в ближайшее время. Давайте озвучим скорость вашей передачи. Давайте. Мировой рекорд 242 цифры за минуту я передала. И если хотя бы на один знак в минуту я передам больше, будет новый мировой рекорд. У меня только один вопрос. Как этому научиться? Или этот талант, я не знаю, врожден? Я думаю, что такая предрасположенность, как хороший слух, должна быть. Ну, потому что бывает, конечно, что приходят детки, да, и скорее всего... Ну, вот им либо неинтересно, и они не хотят углубляться. Либо непонятно. Либо непонятно, но очень интересно. Да, да, да. Вот. Но в основном все, кто приходит, у всех получается. Мы вначале учимся различать длинный сигнал от короткого. А можно сейчас демонстрация длинной и короткой? Чтобы все мы разобрались. Все мы вместе учимся. Сейчас мы услышим, какой длинный или короткий? Или должны будем сами определить? А давайте вы будете определять. Хорошо. И выясним, какой у нас слух. Исключительный или нет? Анна, пока вы готовитесь, расскажите, пожалуйста, вот вы сказали, приходят детки, вы сама сказали, что во втором вашем классе с какого возраста вообще детей лучше отдавать в радиоспорт? Лет 7, 8, даже 9. Когда уже немножко усидчивость есть. Усидчивость есть. Ручка уже умеет писать буквы. Мы пробовали первый класс брать шестилетних. Они, конечно, так это подозрительно ко мне относятся, когда я им начинаю про радиоспорт рассказывать. Им сложновато. Какой бы длинный, какой короткий? Первый короткий, второй длинный. Верно. А теперь увеличиваем скорость. Увеличиваем. Задание сложнее. Даня, это тебе. Логично. Первый длинный, второй короткий. Верно. Третий тур. Увеличиваем. Первый короткий, второй длинный. Дальше будут комбинации. Ой. Два коротких, один длинный. Еще раз. Давайте мы все-таки за кадром поймем. Скажите правильный ответ. Три коротких. Три коротких это было. Ну, все, дальше мы не прошли, но потому что мы никогда не тренировались. Но вообще, на самом деле, это можно на тренировать? Или вы сразу просто видите, что этот человек способен, этот нет? Или если абсолютно нет никаких данных, каким-то усердием, тренировками можно этого добиться? Можно добиться. А бывают детки-трудяшки. Вот каких-то у них кто-то прям так выстреливает. Вот он пришел и через два месяца уже может выполнить первый юношеский разряд. Он уже там принимает, передает. А потом, через год ему становится скучно и дети не хотят ходить. А кто-то не получается, да? Но они такие упорные. Они сидят вот так, не поднимая головы. Им только даешь задания, они сидят, делают, делают, делают и добиваются. И выполняют и мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, ездят на соревнования. Все от характера зависит, я так думаю. Ну такие вот, кстати, ребята есть у вас? Вот кого вы прям верите, что у него получится? Да, есть. Иногда я так сама думаю, ну вот этот далеко пойдет, этот так будет, средненький. А потом оно все так переворачивается, что, кажется, на кого сразу и не думал, они так выстреливают хорошо, вот именно своим трудом. Анна, мы знаем, что ваши ребята поедут в апреле на отбор к чемпионату мира в Брест. Мы желаем им больших успехов, чтобы все у них обязательно получилось. Спасибо. А вас благодарим за то, что пришли и поздравляем с праздником профессиональным. Спасибо. Я напоминаю, что о радиоспорте мы говорили с заслуженной мастером спорта Беларуси, 12-кратной чемпионкой мира по радиоспорту Анной Семенихиной.